В зале Музея литературы, искусств и культуры Алтая собрались те, кто помнит и до сих пор любит Свинцова. Учащийся с 121-го лицея, куда он часто приходил на встречи, 24-й школы, где учились его дети, пришел сын писателя Игорь. Рассказывает, отца он всегда называл батей и тому даже нравилось. В этом слове, как объяснить это все? И поддержка, и мудрость, любой совет, любая помощь и, главное, такая отцовская хитрость. Многие отмечали, что Владимир Борисович был не только талантливым писателем, но и душевным человеком, в шутку называя его добрым волшебником. Ну, у него еще, знаете, такая была, ну, что ли, такая душевная, добродушная аура. Ну и, конечно же, да, писал он такие, ну, я говорю, опять же, в его рассказах есть много вот такой жизненной правды, такой вот жизненной жестокости, я бы даже сказала, от человека к животным. Свинцов, правда, много писал, в том числе и о животных, адресуя книги не только взрослым, но и детям. В его рассказах, конечно, есть и драматичность, и трагичность. Он пишет о дружбе человека и животного, и, наверное, вот на этом он воспитывает целые молодые поколения. Также он писал детективы, так как был по профессии милиционером. Вот у него есть три детективные книги. У Владимира Свинцова был девиз «Помогай ближнему». Он активно занимался общественной деятельностью, организовал проект «Городская библиотека», в рамках которого издатели печатали книги алтайских авторов и дарили их школьным библиотекам. Владимир Борисович хотел еще многое сделать, но за три дня до своего 70-летия в 2008-м погиб в ДТП. Говорят, человек жив, пока его помнят. Свинцова помнят и читают. А ежегодные чтения – еще один повод напомнить о писателе и общественном деятеле, в гибель которого многие просто не могли поверить. Ольга Иванова, Андрей Печоркин. День с толком.